ПЕКИН Здравствуйте. Каких итогов можно ждать от съезда самой главной правящей партии Китая? Да. Ну, значит, съезд будет продолжаться на следующей неделе, он завершится. Будут приняты всего три документа основные. Это доклад партийного руководства, который уже был прочитан. То есть он фактически закладывает взгляды, то есть определяет взгляды китайского руководства на ближайшие десятилетия, можно сказать. Взгляды относительно чего? Развития Китая. То есть в своем докладе, который Си Цзиньпин зачитал 18 числа, он наметил, скажем, две основные цели. Это до 2021 года, до 2020 года будет построено, так сказать, среднезажиточное общество. То есть Китай должен выйти на уровень среднезажиточных, среднеразвитых стран. На уровень каких стран? Ну, это примерно беднейшие страны Европы. Ну, скажем так, не самый, ну, уровень, наверное, Польши, Венгрии, вот так. То есть, ну, это должен быть уровень для всего Китая. Это один и почти полтора миллиарда человек. То есть фактически это большая часть населения Земли. А вторая цель, это уже к 2049 году превратить действительно Китай в лидера, мирового лидера, то есть который будет, страна-лидер, которая будет, в общем-то, по уровню развития, не только как бы социальному, не только материальному, но также технологическому, экономическому, будет соперником Соединенных Штатов. А сейчас Китай не является соперником Соединенных Штатов? Смотрите, Китай никогда не ставил вопрос о том, что он собирается стать гегемоном или что он борется за гегемонию в мире и пытается бороться с Соединенными Штатами. Наоборот, все эти годы Китай встраивался в существующую мировую модель и фактически перенимал вот эти все правила, которые были наработаны западным миром. Теперь же, вот фактически с этих лет, может быть, даже с этого съезда, стартует новый этап, как сказал лидер китайский, новая эпоха, в которой Китай будет теперь, в общем-то, предлагать свою модель уже как модель развития для других стран. То есть раньше он никогда этого не делал. О каком модели идет речь? О модели социализма с китайской спецификой. Это как? Это государство, которое прежде всего заботится об интересах народа. Но социализм подразумевает, естественно, социальный характер государства, где в первые государства, прежде всего, государство и партия служат интересам народа. Это так записано в документах этого съезда. То есть все требования народа будут реализованы через вот эту политику партии, через политику китайского правительства. В плане, например, будет введена социальная система защиты, чего в Китае никогда не было. У них не было даже пенсии, например, которые у нас были по выходу на пенсию. А за счет чего же они жили? Их просто не было. Их просто не было. Они жили за счет накоплений, за счет надо было работать всю жизнь и откладывать для того, чтобы если вы хотели жить. И действительно, многие вот эти сейчас нормы, которые для нас есть, в общем-то, обычные, они вводятся. Мы можем также сказать, что за последние пять лет 60 миллионов китайцев были выведены вообще из нищеты. То есть нищета все еще присутствует в Китае и она достаточно велика. Но Китай делает все для того, чтобы эти люди вырвать их из этого состояния. И это в основном уже, конечно, очень далекие, там население очень далеких, отдаленных районов, которых просто, скорее всего, их переселяют в более урбанизированные районы. Им создают более хорошие условия труда и просто повышают зарплату элементарно. И таким образом вытягивают их из состояния нищеты. Но эти проблемы все еще остаются. И главным противоречием на ближайшие годы остается как раз противоречие между несбалансированным экономическим развития Китая и растущим потреблением населения. Потому что население хочет жить еще лучше. И оно требует от правительства Китая и от партии еще более высоких темпов социального развития. Так а за счет чего можно будет ускорить темпы экономического роста, который и так огромен? Ну, сейчас наоборот, скажем так, Китай замедляет несколько темпы своего роста. Сейчас весь мир замедляет темпы экономического роста, это вызвано кризисом. Да, если раньше это было 10%, то сейчас Китай наоборот хочет выйти на уровень 6,5%, но он говорит процентов в год, но он говорит о том, что должно быть качественное развитие. То есть нам не надо теперь гнаться просто за валовой продукцией. Нам надо гнаться за более технологической продукцией, за продукцией, которая имеет большую добавленную стоимость. И плюс к этому огромный, скажем, рост происходит в сервисной отрасли. То есть теперь ВВП Китая, фактически, кажется, на 30%, на треть уже формируется за счет сферы услуг. То есть фактически большая часть экономики Китая переходит в сферу услуг, и это, собственно, повышает жизненный уровень китайского населения, вот эту социальную составляющую развития китайской экономики. А что бы вы сказали об отношениях США и Китая? Многие аналитики говорят, что это не друзья и не враги. Ну да, они теперь взаимозависимы. Фактически за последние годы Соединенные Штаты не могут обходиться без Китая. Мы видим, что бы Трамп не говорил, говорил о том, что мы введем санкции против Китая экономически, или даже начнем с Китаем торговую войну. Этого не происходит просто потому, что очень много американских бизнесов завязаны... Инвестиции китайские. С инвестициями, с тем, что они уже построили там заводы, что они там зарабатывают деньги. Мы знаем, что Apple, американский бренд, собирается в Китае. И то есть вот это все делает фактически невозможным разрыв связей. Точно так же и для Китая Соединенные Штаты являются источником технологий. Они пытаются получить или купить предприятия США, которые имеют какие-то высокотехнологичные производства и сформировать там такой своеобразный инновационный блок для подпитки своей, собственно, китайской экономики. То есть две страны взаимозависимы, хотя они остаются соперниками, по сути, во многих, скажем так, международных вопросах. Но, опять же, вот это вот соперничество, оно их заставляет и сотрудничать. Вот приведем пример из Северной Кореи, где и Китай, и США не могут обойтись без друг друга для того, чтобы заставить КНДР отказаться от своей ядерной программы. И это очень важный аспект. И тут они должны при всех своих несогласиях, они должны работать сообща для того, чтобы решить эту мировую проблему. И таких проблем в мире очень много. С кем еще, помимо Штатов, конкурирует Китай? Вероятно, Евросоюз, да? Ну, смотрите, Китай, наоборот, он, понимаете, он не есть конкурентом, скажем так, у него есть противоречия, но нет конфликта, я бы так сказал. То есть, например, с Евросоюз... Нет, конкуренция в хорошем смысле этого слова. Да, конкуренция, ну да, то есть, смотрите, все сейчас страны, на самом-то деле, если мы посмотрим, Евросоюз, США, они, наоборот, сейчас вот меняют как раз свою модель развития. Уже они отказываются от какого-то там индустриального развития, все переходят к какой-то постиндустриальной экономике. Все это делают и все, естественно, будут конкурентами. Китай пытается тоже вырваться в этой гонке вперед, и он пытается вообще потянуть за собой большой регион всей Евразии. То есть, вы знаете про инициативу «Шелкового пути», которая, в общем-то, касается и Украины, в том числе и всех стран Евразии. И в этой своей инициативе Китай как раз вкладывает, давайте проводить совместное развитие. То есть, он как бы, давайте под моим руководством, да, можно сказать, проводить инновационное развитие. И вот в этом, естественно, и Евросоюз, и Соединенные Штаты, и другие, и Индия, например, видят Китая как конкурента, естественно. Потому что он формирует под себя определенную вот эту экономическую, так сказать, экономический пояс, это экономическое сообщество, экономическую такую зону, в которой будет он развиваться совместно с многими другими странами. Объясните, пожалуйста, отношения между Китаем и Украиной вот через призму китайско-российских отношений. Ну, тут через призму, смотрите, если говорить в таком контексте, то я бы привел, начал с того, что министр иностранных дел Китая, нынешний господин Ван И, он сказал такую фразу в прошлом году. Он сказал, что отношения с Россией не мешают нам строить отношения с Украиной, и отношения с Украиной не мешают нам строить отношения с Россией. То есть вот это, в общем-то, квинтэссенция политики Китая к нашим двум странам, к России и Украине. Но, собственно, мы можем также отметить, что Китай никогда не поддерживал аннексию Крыма. Он никогда не поддерживал фактически то, что делает Россия на территории Украины, то есть нарушая тем самым, в общем-то, мировой порядок. Китай, который сейчас борется, ну, если мы говорим о поточной мировой политике Китая или международной политике, то Китай, наоборот, выдвигает сейчас большую такую концепцию общества единой судьбы. Он говорит о том, что все страны взаимосвязаны. И если какая-то страна начинает поступать так, как ей вздумается, и как бы просто игнорирует интересы всех остальных, то она получит свое. Это экономический эффект бабочки. Да, да. То есть вот Китай сейчас очень активно продвигается, и, следуя этой теорией, он просто пытается развивать отношения и с нами, и с Россией, но он никогда не поддержит ту страну, которая нарушает мировой порядок. В то же время для Украины в этой ситуации очень важно понять этот аспект китайской политики, и тоже как бы не становиться... Для Китая очень важно, чтобы Украина не стала, например, частью только одного лагеря. То есть если Украина уходит на Запад и говорит о том, что нас больше ничего не интересует, что мы, например, не смотрим на Восток столь же активно, Китай как раз видит Украину как мост между Западом и Востоком, между своими вот этими инициативами по развитию Евразии и, в общем-то, соединению потенциала экономического Китая и Европы через вот этот шелковый путь, Украина именно в этом проекте могла бы сыграть важную роль. Но, по моему мнению, все-таки Украина еще недостаточно делать для того, чтобы стать активным членом этой инициативы китайской. Китай видит Украину таким неким транспортным коридором. Как еще наши экономики могут взаимодействовать? В том числе и транспортный коридор, да, есть проект, ну, ключевая в нынешних условиях, ключевой сейчас, ключевой маршрут может идти через Одессу, если мы говорим о шелковом пути, как транспортный коридор, но, в общем-то, программа шелкового пути, построения одного пояса, одного пути, она предусматривает очень много, то есть она предусматривает и инвестиции взаимные, в том числе Китай заявляет, что если Украина, ну, вот в мае этого года он заявил, что если Украина будет активно сотрудничать, то примерно для Украины выделено, примерно предусмотрено, скажем, не выделено, а предусмотрено, где-то 50 миллиардов долларов инвестиций, это больше, чем мы просим у МВФ, и если бы Украина действительно активно реагировала на те сигналы, которые Китай посылал ей в этой связи, например, я имею в виду, например, переговоры, Китай хочет начать с Украины переговоры о зоне свободной торговли, подписание, и Украина бы имела уже зону свободной торговли и с Евросоюзом, как она имеет сейчас, и с Китаем. Китай в этом заинтересован. Но Украина пока не ответила на эту, например, инициативу. Вот если бы Украина реагировала на эти инициативы Китая более активно, тогда бы экономическое сотрудничество могло бы тоже быть более активным, и торговля, и инвестиции, и туристические обмены, все было бы совсем по-другому между Китаем и Украиной. Спасибо вам большое за эти комментарии. Напомню, сегодня гостем студии был Алексей Коваль, член правления Украинской ассоциации китаеведов.